Теперь я представляю слово Елене Рюсецкой, Женский революционный центр Грузии. Нужно сказать, что в Грузии существует законодательство, которое обеспечивает как-то права женщин, и более-менее оно с каждым годом усовершенствуется, и, соответственно, с усовершенствованием законодательством идет работа по созданию институций, которые обязаны исполнять данное законодательство. Но, несмотря на это, положение женщин и девочек, особенно в сельской местности, особенно в районах, отдаленных от столицы, в местах, где проживают национально-этнические, религиозные меньшинства и вынужденно перемещенные лица и беженцы, остается очень тяжелым. В Грузии отсутствует сексуальное образование в школах, и более того, существует ряд радикально настроенных общественных лидеров, благодаря которых с обучающих программ, со школьной программой был термин «гендерная идентичность» совсем убрали. 83% родителей не говорят с детьми о реподуктивных правах и здоровье, 10% беременных являются подростками. Фиксируется сметность 16% девочек беременности. В 2013 году, с 2011 по 2013 года, зафиксировано более 7367 девочек, которые прервали среднее образование, и по нашим предварительным данным, это образование было прервано с целью замужества. В связи с этим государство приняло определенные меры и ввело изменения в законодательные акты, в связи с чем сейчас минимальный возраст брака считается 18 лет. Аборт остается широко распространенным методом зарождаемости, контролем. В соответствии со статьей закона об охране здоровья, в Грузии аборт разрешается до 12 недели беременности. В соответствии с официальной статистики, с января по апрель 2016 года было сделано 6712 абортов, и лишь 54 абортов было сделано на основании медицинских показателей о необходимости прерывания беременности. Количество абортов в регионах Грузии на 25-30% превышает аналогичные показатели в столице. Очень серьезные события происходили в 2013-2014 году, когда начались масштабные выступления определенными группами в поддержку за запрещение аборта, и эта инициатива разделила общество на две части. Однако сильное женское движение в Грузии вело активную борьбу, велись активные дискуссии в средствах массовой информации. Что самое интересное, как всегда, тема запрета аборта начинают инициировать, и об абортах говорить мужчины, которые никогда не испытывали на себе это явление. И в нашей ситуации основными инициаторами были мужчины, религиозные лидеры, а также некоторые представители правительственных структур. Но победил здравый смысл, и власти предотвратили продолжение этой дискуссии. И вопрос был снят с повестки дня, и я надеюсь, что это навсегда. Очень высокий процент в Грузии селективных абортов, и на 111 мальчиков рождаемость 100 девочек, но эта цифра уменьшается, и здесь можно сказать, что намечается какой-то прогресс. Я теперь хочу затронуть вопрос в Абхазии, где, как вы знаете, уже официально на уровне местного законодательства принят закон о запрете. Мы не можем повлиять на процессы, и законодательства Грузии не могут воспользоваться абхазские женщины. Несмотря на огромный протест как представителей медицинских органов, врачей, а также неправительственного сектора, мнение активистов было игнорировано, вообще не были проведены дискуссии на эту тему, и аборт как бы был в Абхазии запрещен, что имеет сейчас очень плохие последствия. Если в Европе запрет аборта женщин, и после этого могут использовать медицинский туризм, можно так сказать, и сделать аборт в какой-то другой стране, то для абхазских женщин это очень серьезная проблема, так как стоит вопрос о свободном перемещении, передвижении границы. В результате чего наблюдаются серьезные проблемы у женщин, в том числе используются или медикаментозные аборты, или нелегальные методы, часто рискуя своей собственной жизнью. Те, кто не может выехать в Сочи из Угдити. И зафиксировано, что особенно катастрофически, зафиксировано несколько случаев, когда новорожденные дети были оставлены либо у порога больницы, либо в других публичных местах. Исходя из того, что законодательство мы не можем регулировать в определенных случаях, я считаю, что международные организации должны особое внимание обратить на поддержку мобилизации женщин внутри, на местах, чтобы женское движение на местах могло быть таким сильным, чтобы оно могло противостоять тем негативным тенденциям, которые происходят в нашем регионе. Спасибо.